Ткачиковая семейство ткачиковая, ну сюда вот собственно воробей относятся, по которым мы вообще всех воробьиных птиц называли. На самом деле ткачиковые походят на вьюрковых, ранее описанных, имеют плотно прилегающие к телу оперения, могут они купаться в пыле или в песке, передвигаются они по земле прыжками, и в общем-то ткачиковая это как раз обычный наш этот воробей. Но тем не менее в тропических странах они могут быть своеобразные, делают большие гнездовые колонии, у некоторых даже общие гнезда колониальные, огромные просто. И вот поэтому они собственно ткачики, то есть ткачиками их назвали за те формы, которые в тропиках они у нас. У нас, как мы знаем, воробьи большие гнезды не делают. Там вот именно они как бы ткут шарообразные, бутылкообразные и так далее, гнездом. Ну и при этом все ткачиковые известны тем, что они очень много жрут зерна и уничтожают очень много пассивов, потому что в основном они питаются растительной пищей. Насекомыми они выкармливают в основном птенцов. Основная часть видов ткачиковых это все-таки опять же тропики-субтропики, всего где-то 200 видов. И преимущественно в нашей стране они относятся к подсемейству воробьев. Ну вот, в частности, вот домовый воробей, пассер доместикус, одна из наиболее широко известных птиц. Все ее точно видели много-много-много раз. Ну вот, значит, воробей, он в общем-то коричневато-бурый. Самец отличается большим черным пятном на подбородке. Вот если с черным горлом воробей, это самец. Распространен по всей Европе и Азии, нету их в Арктике. Его, в общем-то, не было ни в Америке, ни в Астралии, но везде завезли, сейчас везде есть. Он хорошо приспособленный, вытесняет остальных птиц. Ну, в общем-то, он оседлый. Только из... ну, из такой вот близкой... в тундре не живет, но такой лесотундре, в таких очень северных районах он может кочевать к юб. Средняя Азия пустынная, он с нее может тоже в Индию перелетать. То есть, в некоторых самых экстремальных случаях он перелетает, но, в принципе, воробей он зимует. Вот в умеренных наших широтах он, в принципе, зимует. Моногамный. У воробьев крепкая семья. Ну, могут они собираться и колониями. Людей, как все мы знаем, они не боятся, селятся. Более того, сейчас почти все время у людей. Раньше в природе они, видимо, на полях жили, потому что семенами питаются. То есть, теперь они возле человека. Возле человека семян много. Где-то на крайнем юге, вот там, где он ближе к тропикам, может, в принципе, жить на полях, а не в деревнях. У нас он живет прямо непосредственно в деревнях или там, в городах возле поселения человека. Выкармливает он птенцов насекомыми, а остальное время в основном питается семенами. То есть, когда насекомым выкармливает в какой-то степени полезен, но, в общем-то, много у насекомоядных птиц, поэтому вреда от него больше от воробья. В течение лета он может 2-3 выводки сделать, то есть, они очень плодовиты, и в каждом выводке до 10 яиц. То есть, в принципе, он может 30 воробьев сделать за лето, если у него еда есть. Вред огромный от зерновых культур, вот особенно, когда они созревают. В принципе, он ест все то же, что и человек, и вот поэтому, собственно, и вреден. Подсолнух может клевать, яблоки он может клевать, воробей, тем более зерно на полях. В период выкармливания птенцов, да, он уничтожает вредных насекомых. В то же время воробей переносит всевозможных вредителей, переносит заболевания. Ну, в частности, вот они по элеваторам сильно ошиваются. Маленькая птица может там в дырочке пролететь, зерна много стоит на зерне. От элеватора на элеватор она переносит клещей, которые тоже там в элеваторах живут, и грибы всевозможные, обо всем этом я ранее рассказывал о всех этих обзорах, и про грибы рассказывал, которые живут исключительно на складах с зерном. И клещи там же тоже, именно амбарные клещи, именно только на складах с зерном. У нас уже природа постепенно приспосабливается человеку. Также он распространяет всевозможные болезни, которые потом могут болеть куры, которые это зерно тоже потом им дали, и так далее. То есть, в целом, воробей вреден. Вот у нас смеялись над китайцами, что воробьев истребляют. Смысл есть. И, в общем-то, во многих развитых странах тоже, там, не знаю насчет колотушек и так далее, но яда химикаты применяли, компании истребления воробьев весь 20 век периодически предпринимались. Польза того, что он насекомоядный, небольшая. Нужно разводить других насекомоядных птиц, всяких там синичек и так далее, которые больше гораздо пользу в этом плане приносят, а зерно в таком огромном количестве не едят. Ласточка там полезная и все такое. Много очень полезных птиц. Дрозды. Разновидностей много воробья. Черногрудый воробей покрупнее, чем домовый воробей. Саксаульный воробей в пустынях живет. Ну, вот полевой воробей, меньше домового, тоже очень вредный. Имеет коричневое теме, черные пятна на белых щеках. И у него черное пятно на горле не такое большое. Вот у нашего домового воробья, у самца, черное пятно на горле. У полевого почти нет. Полевой тоже по всей абсолютно Европе, по всей Азии. Неперелетный. Тоже живет, как домовый воробей, прямо в домах. Гнездо у него, кстати, прямо в доме, может быть, у воробьета. И у полевого тоже. Ну, и особенно вреден вот на Черноземье, как раз, где я живу. Там, где развитые поля, вот он на полях, на этих живет. Он там размножается очень быстро. В полезащитных лесных полосах полевой воробей живет. После созревания зерновых культур, особенно он любит просо, коноплю, подсолнух. Ну, и полностью он их выгребает, эти поля. То есть, то, что он там кормит насекомыми своих этих птенцов, это незначительная польза, которая полностью потом перекрывается вредом, и гораздо больше он вреден. Полевой воробей, устроив налет на поле, может сажать до 90% там всяких колосьев. Остальное там все попадает и достанется всяким другим птицам и прочим насекомым. Полевой воробей более вреден еще для сельского хозяйства, чем домовый воробей. С ним тоже, вот если он сильно размножается, с ним все время ведут борьбу. Потому что, я говорю, борьба с воробьями точно это эффективно и полезно. То есть, зря над Мао Цзюдуном смеялись. В Китае из-за того, что рис, периодически кампании против воробьев устраивали, всенародные. Ну, там, конечно, да, были элементы пропаганды, там, что все пойдем сейчас и все убьем всех воробьев. Вот наши смеялись, но на самом деле рационально, они действительно вредители, и в особенности вот этим рисовым полям, с которым китайцы живут. Пустынные воробей есть. Светлая окраска и отличается. Ну, и у него голос отличается, кстати. Рыжий воробей, Южная и Восточная Азии. Альпийский вьюрок, на самом деле воробей в горах. Живет горный воробей. Ну, вот еще земляной воробей. На картинке. Земляной воробей пустыня Гоби. На Алтай может залетать, за Байкалья. Обитает в степях, в пустынях. Ну, вот он, так сказать, на поля налета не устраивает. Он питается насекомыми и семенами степных трав. Не приспособился он есть пшеницу. Он обычно занимает норы пищух, про которых я ранее говорил, и всяких грызунов. Гнездо помещает он на глубине где-то 75 сантиметров отхода в нору, в бывшем гнезде грызуна. Гнездо он делает, выстилает шерстью, вот там в норе грызуна, участок делает, выстилает его шерстью, перьями, там все такое, сеном, там. И там делает эти свои яйца, откладывает. Вот, потом после вылета птенцов, выводки у него в стае объединяются и бродят по этой, по степи. Каменный воробей, покрупнее домового, очень подвижный, шумливый, по земле тоже прыгает, как наш воробей. Каменный воробей, быстро летает, может держаться в воздухе, скромная, достаточно бурая окраска. Каменный воробей, Южная Европа, Северо-Западная Африка, Малая Азия, Забайкалья, по горным обрывам, по скалам, питается насекомыми и ягодами. Каменный воробей тоже может устроить налеты на поля и все там поклевать. Ну, вот из этих ткачей, которые тропически, которые строят странные большие гнезда, можно отметить обыкновенный общественный ткач. Это наиболее такая известная такая ткач. Вот он огромные очень гнезда делает, колониальный общий там на всю стаю ткачей. Огромная куча травы, которую он набрасывает на ветви какого-нибудь колючего дерева в виде зонтика. То есть дерево покрывает травой, ну, небольшое дерево. Сверху такая ровная, гладкая постройка, нижняя ее сторона плоская. И вот в нижней стороне, эти самые травы, которые на дерево набросал, он делает дырки. И в этих дырках он живет. Ну, и он там, собственно, гнездится, ну, то есть яйца откладывает. Ну, и он там прячется, допустим, от дождя, там, от ветра и так далее. Ну, он выстилает там все перьями, то есть внутри у него достаточно там мягко, что птичка там ничего не покорябалась, никакие там сучьи и так далее. Они все время, ткачи сидят в этих гнездах, все время их ремонтируют. И, надо сказать, напоминает хижины людей. Может быть, даже и люди начали строить дома вот по образцу этих ткачиков. Ну, также примыкают туда красноклевая буйловая птица. Буйловая птица тоже по много гнезд на одном дереве, тоже колониями или не сдится. Крупные постройки делает. Вот, буйловая птица, она, потому что на спинах буйловых она отыскивает насекомых. Вот, там есть птицы различные, которые именно на спине у буйвола или там на спине у кого-нибудь там, у другого большого животного находятся, и там насекомых у него выискивают. Буйловых, в принципе, буйволы и прочие всякие звери внимания не обращают, потому что они знают, что птица ищет насекомых, а наоборот помогает. Вот эта буйловая птица тоже живет на буйволе. Красноклевый ткачек, вот еще его картинку беру. Просто он многочисленный, вот к югу от Сахара, не у нас. А вот в эти все места, короче, тропические, африканские, вот там вот за место воробья этот красноклевый ткачек. Огромные делает колонии, по пять тысяч гнезд на дереве, и у него может вся огромная колония ткачка, 10 миллионов гнезов может у него быть, то есть город целый. После того, как он выводит уже птенцов, у него во всей огромной колонии 40 миллионов птиц, то есть вместе с маленькими, со всеми. То есть ткачек делает 40 миллионные города, даже человек такие не делает, по-моему. По-моему, по 40 миллионов у нас нет города. Ну, маленькие птички, конечно. Очень высокая у них при этом эффективность размножения, потому что, ну, естественно, вот в условиях этого города, муравейника, они хорошо охраняют птенцов, у них где-то по 80% птенцов выживает, это очень высокая выживаемость для птиц. Потому что, ну, как я говорю, птицы, они обычно по 10-20 птиц за год делают, и в результате, вот он, допустим, 10 лет там делает 200 птенцов, и из них выживает 2-3, вот только воспроизводит свою пару, на самом деле. А эти очень много могут размножиться. Похожие на них огненный ткач есть, кукушковый ткачек, это все африканские салая, африканская салана. Потом там есть такие вдовушки в Африке, тоже похожие на них, пожалуй, не привожу картинок, такой же образ жизни. Райские вдовушки, королевская вдовушка, все это африканские ткачки. Семейство вьюрковые ткачеки, родственное, но все-таки отдельное семейство, и много этих домашних там птиц, которых разводят в клетках. Ну, вот в частности, на картинке японская мадина, еще рисахка есть. Комнатные птицы вьюрковые ткачеки, но родственные все равно воробьям, так или иначе. Тихое пение у них характерно, для маркировки территории, и также у них сложное атакование. То есть, вот когда у них там весна, гнезда там, половой отбор, они сложные танцы устраивают. В частности, у вьюркового ткачек атакующий самец подпрыгивает, вытягиваясь всем телом, зажав в клюве стебелек или перышко, а самка при этом вертикально дрожит хвостом. Это у нее, в общем-то, приглашение к половому акту. Ну, вот, еще у них известно, что птенцы у них закидывают голову назад. Обычно птенцы у всех птиц просто высовывают рот, и, в принципе, один большой рот там просто торчит, а эти еще и голову назад закидывают. Птенцы, они выкармливают полупереваренной пищей из зоба. То есть, они что-то вот типа все-таки молока делают у себя в зобе, и там переваривают частично пищу, и потом уже они клювом в клюв птенцу ее отрыгивают. Вот. Ну, ткачки вьюрковые, в общем-то, дружелюбные. Почему их держат в клетках? Они, в общем-то, не агрессивные. Они друг с другом довольно хорошо дружат, чистят друг у друга перышки, много поют. Довольно приятное такое пение, негромкое у многих птиц, такое хриплое и так далее. Вот эти довольно приятные для человека поют, поэтому в юрковых ткачках часто разводят дома комнатная птичка. Вот. Ну, можно из них упомянуть усатый астрильд, славковый астрильд, пестрый астрильд. Вот все это в Сахаре живет, австралийские амадины, вот эти астрахвостые амадины, австралийские гульдово амадины и так далее. Как правило, они насекомоядные, то есть полезные, но есть такая рисовка, там, падда, аревизора по-латыни, падла, короче. Ну, вот она очень много ест риса. Ява, болит, распространилась эта рисовка в последнее время по всей Южной Азии, включая Китай. И они с ней усердно там борются, рис она действительно ест. Очень много. Семейство трупиаловы, которые также называют американские иволги. Ну, оно переходное к иволгам, но, пожалуй, сюда все равно помещу. Трупиаловы, черные, обычно птица. В основном населяют леса, но, может, саванна и болота. Подвижные, крикливые, много кричат громко. Многие полигамные, если полигамные, то заботится самка о потомстве. Большая воловья птица известна. От воловьи птицы у них гнездовые паразиты. То есть, подкидывают яйца, как кукушки, в гнезда других. Вот большая воловья птица паразитирует только на одном виде, причем тоже трупиаловым, на оропенделе мантисумы. То есть, вот некоторые из них просто на одном и том же. То есть, вот сцепились виды. Один вид полностью делает так, что его яйца выращивают полностью другой вид и все. То есть, другим не подкидывает. Ну, на самом деле, трупиаловые всеядные, хотя многие едят именно плоды и фрукты, поэтому конкурируют с человеком. И в основе питания очень многих видов трупиалов тоже семена и зерна. Поэтому все-таки примыкает это к воробьям, потому что основа питания воробья – это зерна. И также трупиаловые тоже вредители. Вот, в частности, на картинке краснокрылый трупиал. Он может собрать стаю по 100 тысяч птичек, атаковать какой-нибудь элеватор или какое-нибудь поле и сожрать там все, что только сможет. Есть случаи, когда они собирали по 5 миллионов птиц. Краснокрылые трупиалы на ночевке скопления. Ну, понятно, что такая орава 5 миллионов, она поле вынесет полностью. Рисовые трупиалы родственные, что питаются в основном только на рисовых плантациях. Огромный вред. Нет, в принципе, они тоже уничтожают и вредных насекомых. Они насекомых уничтожают, потому что они кормят ими детей. Когда гнездуются, они насекомых уничтожают. Все остальное время он жрет зерно. Поэтому все равно в целом они вредные. Есть много других птиц, которые не едят зерно или едят его очень мало. И поэтому следует этих птиц разводить. А с перечисленными всеми ткачками так и иначе надо бороться. Потому что если им, так сказать, с ними не бороться, они разводятся очень быстро, как тараканы нафиг. И гнездятся они прямо вот у нас в домах, между прочим, сплошь и рядом эти ткачки. Очень наглые птицы, хорошо приспособившиеся к человеку и ставшие, как и многие там насекомые, нашими систематическими вредителями. Вот это следует сказать про Воробьев, товарищи.